А соперник оказывается не призрак, он настоящий. Чурлука бьет к Верквелю, может быть он на него орет постоянно на тренировках. Все сборные нужно было отменить еще 10 лет назад. Сейчас опять проплаченные блогеры запишут, да я привык. Да, приветствую всех, дорогие друзья. К сожалению, наш традиционно веселый пятничный вечер оказывается не совсем веселым и совсем не праздничным. И вообще довольно грустным. Сегодня мы проиграли Уралу со счетом 2-1 и матч получился очень-очень таким своеобразным, неоднозначным. Так, обложку уберем, на которой написан у нас свой путь. У нас у локомотива действительно какой-то свой собственный путь. Видимо, этот путь предполагает то, что мы будем регулярно проигрывать командам, которые мы никак не должны проигрывать. Урал — это одна из тех команд, которые локомотив должен обыгрывать в любом состоянии, с какими, после сборных, до сборных, там, пятый матч на неделе, с 15 травмированными. Все равно Урал — это та команда, которую локомотив должен и может обыгрывать. Такой вот стиль. Ну, по крайней мере, нынешний Урал — Тархановско-Парфеновский. Хотя Парфенов и привнес свою фишку, с помощью которой он нас в свое время обыгрывал, когда руководил Тосном. Но и мы Тосна обыгрывали, поэтому не сказать, что тренер для нас непобедимый. А вот Урал оказался крепким орешком. Но давайте сейчас обо всем по порядку. Сегодня локомотив нас удивил стартовым составом. Я думаю, что мало кто ожидал увидеть Тугарева в составе. Да, проблемы с Фернандешем, они затягиваются. И спрогнозировать не появление Фернандеша в основе, в принципе, можно было. Но у нас есть куча ребят, которые сидят на скамейке, которые теоретически могли бы закрыть позицию Фернандеша. Первый из них — это Фарфан, который много налетал со своей сборной. Но мы знаем то, что в прошлом сезоне, например, для Фарфана это не было большой проблемой. Вполне мог Палыч поставить его. Если он в Хабаровске сыграл сразу после матчей сборной, то почему бы ему не сыграть в Черкизово весь матч? Тем более, что от травмы он все-таки оправился. Кроме Фарфана были и еще ребята, которыми тоже можно было бы заменить Тугарева. Это Жмаледдинов, например, как наиболее и первое, что приходит в голову. Можно было попробовать Смолова поставить. И с наконечником Эдером сыграть, как я предлагал на прошлом стриме. Но решился Палыч поставить Тугарева. Видимо, впечатлила Рома его за эти две недели, пока была пауза. Для нас всех это, наверное, хороший знак. По крайней мере, я люблю Рома Тугарева. Я уверен, что парень достоин играть за Локомотив. Причем в основе и все матчи без замен. Ну, сегодняшний матч показал то, что, ну, да, у него есть, конечно, минусы. И все мы прекрасно понимаем то, что у молодого 20-летнего парня, только-только заигравшего в основе, не может быть. Не могут отсутствовать какие-либо минусы. Сегодня он два раза не забил из довольно хороших позиций. Но, опять же, Фарфан тоже сегодня не забил из хорошего навеса Рыбуси. Фарфан умеет играть головой и много мячей головой забивал за свою карьеру. Но вот сегодня пробил просто в руки Гадзюра. Спасибо большое за хосты, а скорее не Red Star France. Так что, ну, в принципе, можно простить, наверное, Тугареву то, что в своем первом матче в старте он не реализовал один довольно простой момент. Это тот второй, который сделал ему Смолов красивым пасом. Можно было там и останавливать мяч, бить вторым касанием. Но Тугарев решил то, что не будет у него времени обработать мяч. И просто лупанул сходу, попал прям в ту точку, где стоял Гадзюр. Там можно было и нужно было реализовывать этот момент. В первом моменте, где он рыбкой прыгал, конечно, все было гораздо сложнее. Он немножко пробежал ту точку, в которую летел мяч, поэтому не пытался извернуться, бил в падении. И там уж, куда мяч полетел, туда полетел. Но еще хуже того, если бы Тугарев вообще мяча не коснулся, он бы спокойно прилетел к Рыховику, судя по всему. И тот бы замекал передачу уже ногой и гораздо более уверенней. В остальном, ну, еще был один сюрприз. Это правый фланг за Хевидасом, левый фланг за Рыбусем. Причем даже на предстартовой расстановке сама прислужба Локомотива показывала, что Хевидас у нас будет играть слева, а справа будет играть Рыбус. И это, в принципе, выглядело довольно логично, потому что справа в атаке у Урала играет в основном Кулаков, который, не сказать, что большой финтер и большой скоростью обладает, но он хорошо навешивает. А Хевидас как раз неплохо эти самые навесы накрывает. А справа слева в атаке у Урала, наоборот, действует Эль Кабир, человек, который много бегает, много обводит. И, ну, не совсем логично туда ставить Хевидаса. В принципе, у нас на правом фланге обычно играет Игнатьев, но, видимо, из-за того, что он приехал немножко уставшим из сборной, играл 90 минут против шведов, ну, все равно поставь туда Рыбуса, который как раз бегать умеет и делает это очень неплохо. И закрыть один в один соперника, в принципе, может. Он делал это с Сен-Максименом в Ницце, а Эль Кабир все-таки парень попроще. В общем, ну, казалось, это логично, но, тем не менее, Палыч рассудил иначе, поставил Хевидаса под Эль Кабир и, возможно, решил, что опыт немца сыграет свою роль. Но Хевидас провалился. Это, наверное, худший игрок сегодняшнего матча, потому что, на мой взгляд, от Хевидаса пришли оба мяча. Пускай первый гол – это кик с Кверквели и ненакрытый Кулаков, который ударил в самую девятку, но изначально все как раз пошло именно с передачи с того фланга. Зачем-то Хевидас тоже один из тех, кто киксанул по мячу. Он зачем-то очень сильно ушел внутрь штрафной, хотя Антон Миранчук его никак не мог подстраховать. Тот бежал из со всех сил, но никак не успевал к Эль Кабиру. Можно было просто... Ну, нужно было Хевидасов встречать Эль Кабира. Но он постоянно от него пятился внутрь штрафной, и это приводило раз за разом к очень опасным моментам, которые Эль Кабир имел. Потом вышел Игнатьев вместо Хевидаса, получившего травму, и мы как-то постепенно забыли об Эль Кабире, потому что, ну, Игнатьев сам не то чтобы очень крутой защитник, как мы все прекрасно знаем, но, тем не менее, он играл гораздо ближе и не позволял уже Эль Кабиру делать эти навесные передачи или пассы в штрафную. В общем, мне кажется, это ошибка, причем ошибка, которая была видна, ну, где-то минуте на 30-й, на 40-й, в перерыве Палыч вполне мог переставить Хевидаса и Рыбуси местами, и это было бы очень даже логично, но не переставил, и в итоге Хевидас заработал пенальти на ровном месте. Ничего опасного Урал там не создавал, но Хевидас не смог отнять мяч чисто, ударил по ноге, чистый пенальти, и мы стали проигрывать. А проигрывающий локомотив, оказывается, не столь опасен, чем локомотив, который уверен в себе. Первый тайм получился весьма и весьма неплохим, и особенно отрадно то, что большинство атак строилось так или иначе через Тугорева, либо Тугорев завершал их, либо Тугорев развивал эти атаки, но правого края у нас практически не было, а даже если бы и был, то все равно атака приходила, кроме Тугорева. На мой взгляд, ошибкой Павловича была и замена Тугорева в перерыве. Тугорев выглядел очень активно, очень здорово, да, не забил свои эти два момента, но тот же Антон Миранчук сегодня весь матч провел очень слабо и ошибался в простейших довольно ситуациях, причем не то, что технического брака хватало, а даже просто банально в решениях не туда передачи отдавал, отдавал передачи слишком сильно в ногу своему игроку, который стоит там в нескольких метрах от него. То есть такая вот какая-то несконцентрированность, которая, судя по всему, вызвана плохой формой Антона, как раз тот самый эффект, про который Семен говорил перед матчем, что некоторые игроки сборной у нас просто поехали 12 дней, ничего не делали и вернулись. Это вот в том числе и про Антона Миранчука, который вроде сыграл, да, против немцев немножко, но это все фактически без игровой практики остался на две недели. Это, конечно, никуда не годится, и форма Антона сегодня была очень плохой. Жирнейший неот ему можно за эту игру поставить. Также можно было вполне себе снимать Криховика с игры. Я так и не понял, чем он занимался, но это тоже объяснимо. Если Миранчук Антон не играл толком за эти 12 дней, то Криховик наоборот отыграл, отбарабанил два матча по 90 минут. И хоть и не летал столько же, сколько в фарфан, но, скорее всего, усталость какая-то сказывает. Если мы Владу Игнатьеву даем отдохнуть, который сыграл один матч, то поберечь Криховика тоже вполне можно было. И я не вижу, почему бы Баринова в этой игре не сыграть лучше, чем это сделал наш замечательный поляк. Очень много такого странного и глупого брака было в игре Криховика, который то мяч у Эдера снимет с ноги, то передачу попытается отдать сквозь судью. Ну, короче, просто какая-то такая вот тоже несобранная, как и у Антона Миранчука, игра. И это, конечно, не то, что мы ждем от нашего полузащитника, которого теоретически мы будем покупать за 10 миллионов евро. Смолов очередной матч в основе. И как тут не заметить то, что с выходом, с поправкой Смолова мы перестали выигрывать. И сегодня Смолов не сыграл плохо, как обычно я люблю говорить. Сегодня Смолов чуть более активно был включен в игру. Я связываю это как раз с тем, что у нас появился Тугарев и рассказывал об этом на прошлых стримах, что неудобно Смолову играть с нашими футболистами того типа, с которыми он до этого играл, с Фернандешем, с двумя Миранчуками. Он не очень понимает стиль этой игры. А вот с Тугаревым он играет отлично. Он видит, как Тугарев забегает, резкий быстрый футбол отдает ему передачи. Сам открывается под передачи Тугарева. Вот эта связка, она имеет гораздо больше шансов на успех. И в целом вы видели то, что да, фактически оба момента Тугарева были связаны именно с хорошей игрой Смолова. Ну и гол Смолова доказывает, что он отличный панчер. И если ему дать пробить, если чуть-чуть от него защитник отклеится и мяч будет в штрафной или недалеко от штрафной, то Смолов положит этот мяч в угол именно с ударом. Наверное, это лучший на данный момент игрок Локомотива. То есть, по крайней мере, можно быть уверенным, что если ему дадут пробить, он сделает это чаще всего будет хорошо. Сегодня забил гол. В любом случае, молодец. Но есть куда прибавлять, и активности, конечно, не хватает, ну, катастрофически. Плюс еще довольно забавно было, что мы выпустили Смолова. Человек, который за всю свою карьеру забил 3 мяча головой. Это вот согласно имеющейся статистике. И уже в первые 5 минут Рыбу сделал 2 навеса в штрафную. Это типичный Локомотив. Когда нет игроков, которые умеют играть головой, ни Фарфана, ни Эдера, мы вешаем в штрафную. Когда оба на поле, мы начинаем катать мяч низом. Но сегодня это не совсем так, потому что, когда появился Эдер, появился Фарфан, навесы все равно были, и несколько даже довольно качественных прошло. Когда Фарфан бил, когда Криховик, нет, не Криховик, Антон Миранчук снял мяч с головы у Эдера как раз. Когда, как раз тот самый момент, Криховик снимал мяч с ноги у Эдера. В общем, были нормальные навесы, но понравилось, не понравилось, точнее, то, что мы пытались играть в навесы. Ну, видимо, Рыбусе не сказали то, что на Смолова надо играть низом. Он зачем-то пытался играть верхом, и это было и смешно, и странно одновременно. Пожалуй, матч очень сильно похож на то, что у нас было в свое время с Амкаром. Да, помните, этот домашний выездной матч мы тоже забили первыми, и вроде у нас все было хорошо, но получили ответку, а потом во втором тайме получили совсем ненужные пенальти, и потом не смогли вообще ничего создать в ворот Амкара. Сегодня было что-то очень похожее, пускай это был не Амкар, Урал, более играющая команда, но противопоставить ничего. Вот именно во втором тайме, когда мы стали проигрывать, Локомотив ничего не смог, да, вот эти вот пара навесов могли пройти, но не прошли, но на постоянке мы этот Урал не вскрывали, хотя Урал далеко не самая сильная в обороне команда. Это не Рубин, это не тот же самый Оренбург, против которого нам еще играть, и это будет гораздо тяжелее. Плохой и тревожный знак, но я надеюсь, что все-таки это можно объяснить тем, что наши атакующие футболисты все-таки уезжали, разъезжались по сборным, и вернулись, как Палыч любит говорить, в разных кондициях. Что-то создавали, но этого оказалось недостаточно. Можно только порадоваться за дебют Ромы Тугарева. Так, вопросики. Если бы Рома Тугарева в конце тайма забил хоть один из своих моментов, все было бы совсем по-другому. Ну, увы, да, но у нас нету форварда, который забивает все свои моменты. То, что они появились у Тугарева именно вот такие вот, каких у нас обычно в матче не бывает, это скорее положительный знак, потому что Тугарев эти моменты будет забивать. И еще лучше эти моменты бы забивал Галаджан на самом деле. Тугарев больше и за штрафной ударить, или создать момент, но он умеет и в штрафной играть, и будет забивать. Мандраж, нервяк, и все можно понять. Я думаю, что само наличие таких моментов – это очень положительный знак. Как в свое время Смолова с Балтикой, то, что у него были эти моменты, это хорошо, пускай он их и запорол. Так и у Тугарева сегодня лучше иметь моменты и не забивать, чем не иметь моментов вообще. Как тебе Максим Петров из молодежки? Максима я всегда очень высоко котировал. Я и раньше о нем говорил, что ты один из лучших игроков 2001 года рождения. После того, как Севикян уехал в Испанию, именно Петров стал нашим лидером, нашей главной надежды. Они вдвоем зажигали. Остался только один. Но он очень крут и очень много работы на поле делает, и очень техничный, и пробить может, и на добивании сыграть, да, там штрафную вбежать. То есть такой очень универсальный, очень полезный футболист. И сейчас делает погоду на первенстве 2001 года рождения. Сегодня выиграла команду у Краснодара, чему я отдельно рад. Не только тому, что будет играть в финале национального отбора к юношеской лиге чемпионов, но и тому, что выиграли у Краснодара, который очень много зазнаваться стал в последнее время. Давайте по старой традиции, уж раз мы и начали это делать, и вроде Матч ТВ нас пока не сильно ругает за это. Можем посмотреть все острые моменты матча и как-то более детально говорить. Вот, даже здесь рисуют, да, Хеведеса слева, Рыбусе справа. Но это логично, потому что Хеведес у нас играл слева, а Рыбусе у нас играл справа. Причем именно матчи Рыбусе справа были самыми лучшими для Рыбусе в нашей команде. И он оба раза, оба своих гола забил тогда, когда играл на правом нашем фланге. А слева очень часто проваливается, потому что слева он регулярно сваливается в центр зачем-то. И это, ну, замечали постоянно мы с вами, и не выглядит все это логичным, короче. Мне кажется, что во многом именно это решение проиграло нам сегодня матч. Дальний удар к Верквели, мы не знали, что он на такое способен, а удар получился неплохим, и во втором тайме он попробовал исполнить. Это Тугарев Кулакова просто раздел, но передачу отдал не очень хорошую. Но, опять же, да, смотрите, вот Тугарев, он у углового флажка. Здесь момент был достаточно долго, то есть он долго-долго боролся. Вот здесь он отвоевал, вот здесь он пробежал, но ему надо делать передачу. Кто в штрафной? Вот никого абсолютно за все это время, а прошло, ну, секунд 10, за это время можно было с центра поля прибежать. Никого нет в штрафной. Он отдает передачу, вот здесь стоит Смолов. Раз, два, три, четыре футболиста перекрывают направление передачи к Смолову. Можно было попробовать как-то вот сюда вот отдавать, но и то вот этот вот защитник бы перехватывал передачу. Это отвратительная игра с флангов, то есть мы не умеем так играть. Смолов должен был куда-то на ближнюю штангу открываться, ну, потому что, ну, не было шансов у передачи Тугарева хоть как-то дойти до Смолова. Вешать на Смолова вы тоже знаете, что я уже говорил, что у него три мяча забиты головой за все время. Попытка от Смола ударить, снова Тугарев рядом с вратарем отдает на одного Миранчука, второй Миранчук бьет и хорошо бьет, на самом деле не успел бы Гадзюр вернуться, но мяч попадает в защитника. Здорово, Тугарев снова в штрафной, снова выигрывает эти мячи, видите, не успевает. Гадзюр только вот здесь, вот если бы мяч попадал в ворота, а он летел в ворота, то все было бы нормально. Первый, наверное, такой вот опасный звонок от Хевидаса, когда стало понятно, что что-то, блин, вообще не то. То есть обычный навес. Да, здесь идет кикс, но Хевидас умудряется и здесь прошляпить момент, мяч через него перелетает и уходит к Алькабиру. Первый такой тревожный звоночек, что Хевидас не следит за Алькабиром. Но это окей, здесь еще не так страшно, потому что у него там тоже было за кем следить, это Бигфалви. Но все равно он скорее играет как центральный защитник, нежели как правый. Здесь забиваем гол, замечательно, Леша и Смолов играют. Что тут еще стоит отметить, да, Смолов пробивает между четырьмя защитниками, мяч летит довольно по центру. Но даже если бы Гадзюр до него доставал, здесь набегает Тугарев, тоже закрывает всю эту линию. Большущий молодец, не остался где-то там сзади караулить непонятно что. У нас такое регулярно происходит и наши крайние полузащитники, это либо Миранчук, либо Фернандеш, они очень редко в эту самую штрафную лезут на такие моменты. А здесь долез и если бы что-то вдруг пошло не так, то мог бы мяч проткнуть. Ну а в целом Смолов панчер шикарный. Левой ногой себе мяч подработал, защитник убежал и... Точнее правой ногой подработал, левой пробил в дальний угол без особого промедления. Молодец. Вот он тут же получаем в ответку гол. Смотрите, где у нас Хеведас. Почему-то здесь, да, это наш правый защитник, находится внутри штрафной. Не успевает Антон, потому что он всю эту атаку бежал за Эль Кабиром и только вот сейчас добежал. Не успевает Хеведас сыграть. Хеведас кексует Кверквелия. Рыбусь, как обычно, у нас караулит центральную точку в штрафную, 11-метровую. Тугарев не успевает вернуться в оборону, потому что это была контратака. Ну и получаем гол. Здесь ему Кверквелия напихает. В принципе, по делу напихает, потому что, ну, если уж крайний защитник Урала успел добежать, то и Тугарев тоже должен был успевать. Ну вот, что есть, то есть. Конечно, и Кверквелия, и Хеведас должны были играть по-другому, чтобы этого гола не было. Увы. Ну вот игру Рыбуся с постоянными смещениями в центр я просто не понимаю. Ну вот что он тут, что он тут забыл? Ну хорошо, он прикрывает передачи вот на Ильина, да? Это, судя по всему, забегает Ильин. Ну вот в этот момент Ильин уже находится гораздо дальше, и Рыбусь бы все равно ничему не помешал. Ну, не знаю, мне кажется, он выключается в такой момент у него. И мы пропускаем. Не первый, не первый уже мяч, который мы пропускаем из-за того, что у нас Рыбусь смещается в центр. Опаснейший штрафной зарабатывает Алексей Миранчук. Точка на радиусе. С этой точки может бить из имеющихся на поле Антон Миранчук, может бить Алексей Миранчук, может бить Рыбусь, которая обладает шикарным мощным ударом с обеих ног. Потому что с таких точек обычно нужно просто попасть поворотом. Не обязательно там как-то очень красиво в девятку. Ты бьешь на силу, попадаешь поворотом, и вратарь не успевает на это реагировать, даже если мяч летит рядом с ним. Ну, у Рыбуся есть очень мощный удар, и он забивал такими. Бьет Смолов, и это просто непонятно. Смолов, бьющий штрафные. При Миранчуках и Рыбусе зачем? Ну, это странно. Очередной провальчик. На этот раз, смотрите, Тугрев уже примерно вовремя добегает, и мешает бить слету сходу, да, с первой подработки. Гильерми тащит. Ну, не зря пихали. Видите, на каких парах несется Тугрев на этот раз, и хоть чуть-чуть, но помешал. Это наша атака, в которой он как раз Смолов хорошо отдает направо. Тугрев отклеивается от защитника, ну, и здесь он просто, ну, видите, он бежит назад, открывается под передачу в глубину, да, если там чуть-чуть подальше мяч пройдет. Это, на самом деле, логично и правильно. Но из-за этого точную передачу Мернчука он играет не очень здорово, а если бы не играл вообще, то Крыховик набегал бы и замыкал. К сожалению, не забили в этом моменте. И это второй момент. Здесь уже Смолов сам создает, и снова у нас есть центральный нападающий, которого обычно не бывает, когда у нас нету Тугрева на поле. Вот он забегает за спину и получает этот мяч. На самом деле, очень похоже, гол забил недавно Фернандеш, но тогда ему мяч прилетел где-то в руку, он его себе подработал и после этого спокойно пробил. Но вот если бы здесь Тугрев себе мяч подрабатывал, то я думаю, что... Ну, была у него возможность, просто принимай мяч и быстро лупи где-нибудь в девятку. Он решил пробить в касание. В касание такие мячи бить тяжело. Но, увы, момент очень хороший. И отмечу, что очень здорово сыграл Смолов. Не знаю насчет... Ну, очевидно, вне игры не было, да? Вот по этому защитнику вне игры нету. Очень-очень обидно. И продолжаем смотреть на то, как ничего не поменялось во втором тайме в плане наших флангов. Я, честно говоря, ожидал. Вот Алькабир снова насилует Хеведаса. Хеведас пытается отнять мяч и бьет, и ставит подножку. Ну, просто глупая игра от немца, который является чемпионом мира. Это прям... Ну, это подножка. Тут никак от нее не защититься. То есть он конкретно ставит эту самую подножку. Мне показалось, вот на этом как раз повторе, мне показалось, что он как-то шипами задевает этот мяч. Видите? Вот цепляет его. И если бы он хотя бы носком до него дотянулся, то это не было бы пенальти. Это значит, что он играет в мяч. И здесь уже нога стоит. Но, походу, не дотянулся все-таки. Походу, обман зрения на этом повторе. Жалко, Гильерми не спас. Угадал с углом, но... Мяч пошел низом и... Точно. Ну, сильно достаточно. Это вот к вопросу о том, как надо бить пенальти. Если ты бьешь низом и сильно, то вратарюну крайне тяжело что-либо сделать с этим. То есть, вот если бы он пошел, как Фернандеш бил, да, где-то повыше, то Гильерми бы его отбивал. А вот вниз уже рукой дотянуться тяжело. Снова Хеведос отдает навешивать. Рыбу здесь блокирует. Но тоже с большим-большим-большим трудом. Видите? Опять рыба центральная. Около 11-метровый. Но не должен так играть. У тебя два человека за спиной. Ты не должен левым защитником оставлять двух человек у себя за спиной. Да, ты не дотягиваешься. Хорошо, что потом успел заблокировать. Но мог и не заблокировать. Еще одно смещение. Удар. Но здесь уже у нас Игнатьев был. Вот это удар Фарфана. Мог, мог забивать. И навес хороший пошел. И Фарфан умеет бить. Но, к сожалению, не в этот раз. Причем такая удобная позиция ему была. В уголок направь мяч, и Гадзюр бы не спас. Но не направил. И здесь полегче было, на самом деле, чем у Тугорева. Смешной момент с двумя мячами. Зачем-то Ильин решил пнуть мяч в ворота, остановить свою собственную атаку. Да, там, прессинговать Гильерме можно было. А так мяч 100% наш остается. Ну, выбор Ильина. Да, здесь ему, конечно, корпус поставили, но здесь напрягая Гильерме, он не смог бы выбить мяч нормально, и кто знает, что было бы. А так, ну, вернули мяч локомотиву. Снова рыбусь. Нет, это... А, это как... Вру. Это тот момент, когда Крыховик снял мяч с ноги у Эдера. Тот даже не знает, что говорить. Ну, мяч ему летит. Ну, нахрена ты мешаешь? Вот, он отклеился. Он стоит по... между двумя защитниками. Мяч сейчас к нему прилетит. Ага, ага. Здрасте. Я Крыховик. Ну, блин, ну, это ужасно. Ну, конечно, если бы он забил, то вопросов бы не было, но у Эдера была позиция гораздо лучше. Точно так же, как и у Тугорева с Крыховиком. Должны же они как-то... И все, и больше ничего не показывают. Ну, должны же как-то коммуницировать люди, почему они мешают друг другу. Лапочком в итоге добавил одну минуту к матчу, что довольно странно, учитывая, что все-таки две замены были, и был пенальти, были затяжки времени от Гадзюра. Ну, одна минута, это как-то прям совсем мало. В концовке хотелось пару Смолов и Дер, поменяв к Жегушу как вариант. Да, я писал об этом в Телеграме, что, ну, надо было Смолова оставлять, потому что Смолов играл неплохо, плюс он панчер. Один момент, один раз к нему мяч отскакивает, он бьет и забивает. Больше у нас таких футболистов в составе, к сожалению, нету. Я думал, либо менять Антона Мерунчука, либо Крыховика, потому что оба варианта вполне имели место быть, имели возможность к реализации, Смолов бы уходил куда-то чуть поглубже в центр. Больше, конечно, к Жегушу Крыховику, ну, потому что больше игроков в атаку, а Крыховик меня во втором тайме откровенно бесил. Но замена Смолова, это прям совсем какая-то капитуляция, мы проигрываем, ты меняешь одного нападающего на другого нападающего, который, к тому же, совсем не забивной. Мы очень много стали пропускать в сравнении с прошлым сезоном, как бы ты это объяснил. Главная моя претензия это в том, что у нас центральная пара защитников это Кверквелли и Чурлука. Я не знаю, что с ними становится, когда они вместе играют, но я не знаю, может быть, Чурлука бьет Кверквеллю, может быть, он на него орет постоянно на тренировках, но Кверквелли какой-то просто сам не свой, абсолютно невразумительный, дерганный, нервозный, играет не пойми во что. Вот кроме того кикса, который привел в итоге к забитому голу был же еще один точно такой же. То есть тоже подача с левого фланга и должен спокойно Кверквелли выносить этот мяч, а он киксует и мяч летит на дальний угол, где чудом нам не забивают. Тоже не знаю, почему этот момент не попал в обзор, но это было буквально там за 15-20 минут до гола. И потом такое вот. Когда Кверквелли играет с Михаликом, Кверквелли играет с Хёбидасом, Кверквелли играет, не знаю, с Крыховиком, это отличная пара центральных защитников, ну, за исключением, да, там, матча в спорту, который провалил тоже, провалил Хёбидас и наши крайние защитники, но в целом, опять же, к самому Кверквелли особо больших претензий нету. Хотя в спорту-то он, конечно, удалился довольно глупо, но, окей, это технический брак, который обычно он как раз, вот сейчас он выбивает эти мячи куда подальше, а там решил сыграть как раз уверенно и надежно на вратаря. Окей, да, была ошибка. Но, тем не менее, мне кажется, то, что Кверквелли и Чурлука в каждом абсолютно матче это просто какой-то ужаснейший пожар нашей обороне. Плюс здесь еще крайние защитники, очередная новая связка и странное расположение этих самых защитников. Постоянно, постоянно тасуется эта линия центральной, линия защиты, постоянно новые футболисты в ней появляются, а какой-то слаженности не находится. Тим, привет, у меня такой вопрос. Почему ты не ходишь на матчи Лока? Может, ты живешь далеко или тебя не пускают? Много я раз уже отвечал на этот вопрос. Я не хожу, ну, самое главное, да, почему я не хожу на матчи Локомотива, потому что у меня нет внутреннего позыва ходить на матчи Локомотива. То есть, если бы этот внутренний позыв у меня был, как он был 5 лет назад при Кучуке, в сезоне Кучука, я прям вот чувствовал, что меня тянет на стадион и все возможные дела я откладывал, холод, не холод, все равно шел на стадион. Это вот было 5 лет назад. Примерно тогда же что-то и перегорело, да, после того незолотого для нас матча с ЦСКА, после матча с Аполлоном, когда пошло все по одному известному органу Локомотива и Кучука, вот это вот в тот момент, мне кажется, у многих перегорело и у меня с тех пор так особо и не зажглось. Хожу на определенные матчи, которые для меня представляют какой-то вот свой интерес. Вот, например, на молодежную Лигу Чемпионов я хожу с большим удовольствием, у меня туда есть позыв. Мне сложно ходить на эти матчи, потому что они в рабочее время и не то чтобы меня с большим удовольствием отпускают. Но я договариваюсь, я говорю, что отработаю это время, там, да, все такое, и иду на эти матчи. Есть внутренний позыв, я иду. На матч основы такого, спасибо большое за FollowKragen, на матч основы такого позыва у меня нету и не то чтобы я чувствовал, что меня кто-то очень сильно на этом стадионе ждет. Ну, говорил об этом, что, возможно, да, если бы какая-то работа во время Чемпионата мира сразу после Чемпионства была бы проведена и попала бы в цель в меня, да, то я бы купил абонемент и сейчас у меня было бы гораздо больше поводов сходить. Но все это как-то мимо меня. Маликов, мама и прочие ребята, мне кажется, это все не на меня рассчитано. Так что спасибо за то, что были сегодня на стриме и пока, до новых встреч, новых встреч уже совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok